Как получить от контекста максимум? Настраиваем компанию под свои цели. Именно об этом мы поговорим в данном видео. Минимум ненужной информации, только самое важное. Обязательно досмотрите данное видео до конца, там вас ждет приятный бонус. Итак, как же получать от контекста максимум? Первоначальная настройка контекстной кампании оказывает огромнейшее влияние на ее дальнейшую работу. Давайте же выясним, как провести ее так, чтобы получить от рекламы желаемый результат, и разберем параметры и метрики, которые пригодятся вам в зависимости от ваших целей, таких как привлечение трафика, рост продаж, узнаваемость бренда и укрепление лояльности клиентов. Какие настройки Яндекс Директ и Google Ads помогут достичь ваших маркетинговых целей? Создание эффективной контекстной кампании начинается еще задолго до того, как вы зайдете в личный кабинет Яндекс Директа или Google Ads. Основа ее успеха — это четко поставленные маркетинговые цели и, конечно же, следование им. Именно цель кампании определяет ее первые и самые общие настройки, влияющие на всю дальнейшую работу. Сегодня мы разберемся, как правильно выбрать эти настройки в зависимости от желаемого конечного результата. Итак, решите в первую очередь, какой результат от рекламы вы хотите получить. Это может быть рост трафика на сайт компании или повышение узнаваемости бренда, прямой рост продаж или укрепление лояльности клиентов. Когда цель кампании определена, перейдем уже непосредственно к настройкам, которые помогают ее достичь. Начнем по порядку. Первая цель — это рост трафика. Хотя число посетителей сайта традиционно считается достаточно бесполезной метрикой. Иногда именно новый трафик может стать целью контекстной кампании. Так бывает, например, когда вы продвигаете новый пост в своем блоге. Эту цель — достичь проще всего. Алгоритмы Директа и Ads по умолчанию настроены на то, чтобы получать как можно больше кликов за выделенный бюджет. Ведь именно на кликах они и зарабатывают. В интерфейсе Ads вы можете выбрать в качестве цели кампании трафик веб-сайта. Это поможет вам при дальнейшей настройке кампании, но она первоначально не отразится. В части стратегии назначения ставок вы можете оставить настройки по умолчанию или выбрать стратегию среднего CPC в Яндекс Директ. Что касается сетей показа, лучше остановиться пока только лишь на поиске, отключив контекстно-медийную сеть Google и рекламную сеть Яндекс. Ведь по баннерам на сайтах кликают гораздо реже, чем по результатам поисковой выдаче. Какие же метрики мы можем отслеживать? Для оценки достижения этой цели подходят все метрики, основанные на привлеченном трафике. Это общее число кликов по объявлениям CTR, а также средний CPC, чтобы понимать, сколько же вы платите за каждого нового посетителя. Если вы пользуетесь Яндекс.Метрикой или Google Analytics, вы также можете использовать показатель отказов контекстной рекламы. Это доля пользователей, закрывавших ваш сайт сразу же после его открытия. Он помогает оценить, сколько трафика оказалось полностью нерелевантным. Ну а теперь к следующей цели – это узнаваемость бренда. Если цель вашей будущей контекстной рекламы – повышение узнаваемости, то сосредоточиться стоит на показах рекламы, а не на кликах по ней. Однако предполагать, что пользователи запомнят объявление, проскочившее на экране при пролистывании поисковой выдачи, согласитесь, было бы ошибкой. Для роста узнаваемости лучше подойдут контекстно-медийные сети RSI и KMS Google. Подключить их нужно на этапе создания новой кампании. В Ads вы вновь можете выбрать цель «узнаваемость бренда» и «охват» для упрощения дальнейшей настройки. Качественно выполненные баннеры привлекают больше внимания и лучше запоминаются, чем простые текстовые объявления. У Яндекса, например, есть более зрелищный формат – это видеодополнение. Он позволяет добавлять к обычному тексту анимацию, видеоподложку и фоновую музыку. Формат подключается в дополнениях группы объявлений. В нем можно использовать свои или готовые ролики. Наиболее удобной оплатой рекламы для этой цели будет CPM, то есть цена за 1000 показов в видимой области экрана. Но такая стратегия ставок есть только в Ads. В Яндекс.Директе ставки назначаются за клик, но вы можете скорректировать цену в зависимости от желаемого охвата целевой аудитории. По каким метрикам мы можем это отслеживать? Число показов объявлений и в Яндекс.Директ, и в Google Ads учитывают только видимые показы. Это означает, что на экране пользователя находится не менее 50% креатива, и он остается там в течение двух секунд или одной секунды в Ads, если это не видео. Другие полезные метрики – это средняя цена за 1000 показов, а также объем органического трафика из поисковиков. Последний косвенно оценивает осведомленность о бренде. Чем чаще его ищет, тем более он популярен. И третья наша цель – это продажи. Наверное, самая интересная цель для нас. Рекламодателям, которые с помощью контекста планируют повысить продажи своей продукции, понадобится заранее подключить к своему сайту систему аналитики. Без счетчиков Яндекс.Метрики или Google Analytics вы не сможете отслеживать действия посетителей сайта. А что же это значит? Это значит, что у вас не будет данных о количестве заказов, сделанных пользователями, пришедшими из контекстных объявлений, и о выручке, которую они вам принесли. Подробную инструкцию подключения аналитики вы можете прочитать в официальной справке Яндекса и Google. Когда отслеживание конверсий настроено, подходящей стратегией назначения ставок будет целевая цена за конверсию в Ads и средняя цена конверсии в Direct. Это интеллектуальные алгоритмы, регулирующие ставки в зависимости от конверсионности объявлений и приближающие общую среднюю цену конверсии к заданной. Они начинают работать, только лишь накопив определенный объем данных об эффективности объявлений. Поэтому первое время придется пользоваться другой стратегией ставок, например, ручным управлением. Что касается места размещения, то больше кликов вы, скорее всего, наберете в поиске. Однако вы можете подключить и контекстно-медийные сети, скорректировав выделяемый на них бюджет и максимальную цену клика. Метрики отслеживания. Конечно же средняя цена конверсии, т.е. CPA, прибыль от рекламы, ROE, т.е. рентабельность инвестиций в рекламу. Для расчета последних двух показателей вам обязательно понадобится указать в системах аналитики ценность каждой конверсии. Обычно она равна марже, получаемой от продажи данного товара. А теперь поговорим о цели «лояльность клиентов». Если вы хотите превратить уже существующих клиентов в постоянных, мотивируя их к новым покупкам, ваш выбор, конечно же, ретаргетинг, ну или ремаркетинг в терминах «эдс». Ремаркетинг применяется и для первичных продаж в случае товара с относительно высокой стоимостью и длительным временем до конверсии. Ремаркетинг полностью строится на работе системы аналитики. Они не только отслеживают действия пользователей на вашем сайте, но и запоминают этих пользователей с помощью файлов cookies. Поэтому без подключения метрики или analytics никак не обойтись. Ремаркетинг может применяться как в поиске, так и в сетях. Таргетинг при этом, кроме ключевых слов, производится на определенные сегменты пользователей, простроенные в зависимости от их поведения на сайте. В стратегии назначения ставок можно применять любые, в том числе целевую цену конверсии или целевую рентабельность рекламы. При этом нужно понимать, что расчетная ROI в Direct ES будет отличаться от экономической рентабельности. Однако она в любом случае поможет вам вкладывать в ремаркетинг и разумный объем средств. А какие метрики нам помогут? Да в общем-то те же, что и в случае с продажами. Кроме того, у Google есть сегмент отчетности дней до конверсии. Он показывает, сколько времени прошло после клика по объявлению до совершения пользователям целевого действия и помогает оценить, через какое время целесообразно начинать ремаркетинг. Что же дальше, спросите вы? После того, как общие настройки компании установлены в соответствии с вашими целями, приходит время для более долгих и рутинных процессов. Это подбор ключевых слов для таргетинга, создание групп объявлений, написание заголовков и текстов рекламы и т.п. Если вы запускаете кампанию с большим числом объявлений или если это ваш первый опыт в контекстной рекламе, вы можете существенно облегчить себе жизнь, автоматизировав большинство из этих задач. Для этой цели существует сервис Click.ru, упрощающий запуск рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Ads. При работе с сервисом список ключевых слов не требуется составлять вручную. Программа подбирает их автоматически, используя контент вашего сайта, рекламу ваших конкурентов и данные систем аналитики. Далее из этих слов составляется медиаплан, который помогает вам выделить самые эффективные из них и наиболее рационально распределить между ними бюджет. Под каждую ключевую фразу B2B Click.ru создаст отдельную группу объявлений с готовыми заголовками и текстами, которые вы сможете использовать как источник новых идей для рекламы. Отредактированные группы можно загрузить в существующую кампанию или запустить на их основе новую. Сервис сохраняет прямой доступ к Директу и Ads, поэтому в дополнение к его инструментам вы можете продолжать пользоваться всеми функциями рекламных платформ. Ну а на сладкое кэшбэк. B2B Click возвращает до 8% от оборота средств на контекстную рекламу. Успех контекстной кампании определяет правильная постановка целей. Как только вы установили, какой результат хотите получить от рекламы, настройка главных ее параметров не составит никакого труда. Ну и в завершении специальный бонус для наших зрителей. По промокоду CARP в латинице вы получите максимальный кэшбэк на контекстную рекламу с первого месяца работы в сервисе Click.ru. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и вы всегда будете в курсе последних тенденций в сфере контекстной рекламы.